В Доме правительства обсудили меры по улучшению инвестиционного климата. Для упрощения процедур ведения бизнеса разработаны целевые модели. Какие показатели необходимо улучшить властям республики, узнавал Дмитрий Ковалев. На заводе Хевел приступают к выпуску двухсторонних модулей, которые прослужат дольше и увеличат мощности электростанций. Это один из импортозамещающих проектов. Инвестором предприятия выступает корпорация Роснано. Мы ищем комплексные решения как по производству, по локализации. Приглашаем сюда достаточно серьезных лидеров вообще мировой индустрии в области ветра, солнца и так далее. Они успешно конкурируют с нашими, наши успешно конкурируют с ними, взаимообогащаются опытом в этом процессе. И таких проектов должно стать больше. Зеленый коридор для инвесторов открыт в Канаше. Муниципалитет получил статус территории, опережающего экономического развития. Власти республики и города готовы предоставить предпринимателям немало преференций. Мы рассчитываем, что резиденты, которые на сегодняшний день представили свое предложение, смогут привлечь небюджетные источники и могут открыть там высокотехнологичные производства. Поэтому обращаю внимание организаций банковских структур. Здесь, конечно, у вас свои правила, но здесь правила должны быть направлены, прежде всего, в пользу оказания предпринимателям. Но большинство муниципалитетов сейчас испытывает дефицит в инвестициях. Отвечать за улучшение инвестиционного климата и руководители ведомства и власти на местах будут персонально. Потому, насколько комфортно станет работать предпринимателям в правительстве региона, намерены оценивать и деятельность управляющих команд муниципалитетов. Во многом именно от них зависит, какие позиции в национальном рейтинге займет республика в следующем году. Глав муниципалитетов призвали к ответу. Михаил Игнатьев отметил, что руководители на местах должны выявлять болевые точки и снимать возникающие перед бизнесом барьеры. По поводу структуры и по инвест-проектам, которые мы сейчас непосредственно создаем команду в городе АЛЛАТРА, мы создали совет предпринимателей. Разрешение на строительство за сколько дней выдавали при надлежащем оформленном представлении материала? Максимально у нас 65 дней, но если весь комплект они принесут, за 7 дней мы выдаем. При соединении МУК коммунальной сети, из них половина в электронном виде, будем вести разъяснительную работу с предпринимателями, для того, чтобы 100% в электронном виде подавали. Электронная площадка – одна из действенных мер поддержки бизнеса. Количество онлайн-услуг растет. Уже 15 услуг регион республиканского и муниципального уровня переданы в электронный вид. В личном кабинете всех наших услуг здесь подаете в электронном виде, вы полностью можете отследить как сроки, так и соответственно действия по этим процедурам. Но и бизнес требует больше. По последним опросам предпринимателям стало сложнее получить документы на строительство и подключение к сетям. Для улучшения показателя, у меня необходимость сегодня ресурсникам проанализировать схему тех присоединения. Ну, 55 дней сегодня не устраивает бизнес уже, как мы видим. Сегодня, кроме всего этого, национальный рейтинг еще увязан. Вы знаете, что с целевыми моделями, целевые модели регулирования правоприменения. И обращаю внимание, что сегодня достаточно, вы видите сами, что высокой конкуренции. Сильные стороны, которые позволили нам удержаться в десятке лучших, это показатели по эффективности регистрации юридических лиц и по времени регистрации прав собственности. Национальный рейтинг, когда по тем опросам анализируется, оценивается, проводится без участия чиновников. Это оценка, прежде всего, предпринимательского сообщества. Для бизнеса продолжат создавать благоприятную среду. Реализовать инвестиционные проекты должно стать проще. Ключевые задачи сокращения количества документов и срока ввода объектов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.